Всем привет, с вами Агандриус, и да, ребятки, с новым годом, с новым счастьем, так сказать, да, я это видео выпускаю вот перед новым годом, так что да. Что ж, в этом, в принципе, подкасте, не знаю, разговорчики, я хочу немножко поделиться, чем вообще, в принципе, мы добились за этот год. Вот, что ж, вообще, в принципе, на самом-то деле, за этот год много чего произошло, я, ну, реально, поднял большую аудиторию, то есть, у меня было сколько год назад, не могу точно вспомнить, но, наверное, 500 подписчиков, может, 400, а за год уже 2000, так что, это, в принципе, неплохой результат для меня. Так что, такие вот дела, на самом-то деле, что еще сказать, на самом-то деле, ну, что еще, ну, личные дела какие-то решил, там, какие-то с выбором работы и так далее, вот это все. Роблокс немножко там апнул что-то, ну, во всяких плейсах там четко поиграл, там что-то апнул себе, там, не знаю, получил что-то новое, выставил себе вот под конец года свой старый аккаунт, ну, такой более-менее старый, то есть, не самый первый, но достаточно старый и прокачанный. Да, такие вот дела, на самом-то деле, мне, на самом-то деле, этот год запомнился достаточно такими о себе новостями, но, не буду вам портить настроение, вы и сами знаете, что было за этот год, но, я надеюсь, что в следующем году у нас будет все намного лучше, чем Бэдла в этом. Да, вот, кстати, под конец еще вышла, вот, ФНАФ, Секрети Бридж, мне, кстати, она сильно зашла, в принципе, неплохая игрушка, но, я где-то поиграл полтора часа, потом вернул деньги, нет, как бы, игра прекрасная, нет, она клевая, конечно, с багами немножечко, но, я решил просто летсплея посмотреть просто по ней, и все, всякие теории опять появились, там, музыки, песни, вот как все было раньше со ФНАФом, когда он только появился, когда все это обсуждали, все было клево, да, такие вот дела, на самом-то деле, мне больше нечего, в принципе, сказать, потому что я не готовился особо, у меня не было сценариков подходящего, я не хотел делать видео, как какое-то, у меня видео было что-то там про итоги, потому что, ну, просто делился, что происходило за этот год, не, о чем говорю, в целом, я играл, что-то смотрел там по дизайнерству, всякие курсы проходил, работу себе искал, подработки, и так далее, там, кто-то все, там выбирал что-то новое из техники, и так далее, что-то заменял, что-то подменял, а, точно, дискорд, дискорд сервер создал, да, дискорд сервер, в принципе, получился неплохим, то есть, нет, я его настроил нормально, и все, в принципе, новым, сейчас людей, конечно же, мало туда вступают, потому что, во-первых, никому я особо не интересен, как личность, а всем интересен только мой контент, то есть, люди приходят не за самими ютуберами, его личностью, интересами и прочее, нет, все только смотрят его видосы, то же самое у меня, ну, тем более, стоит учитывать, что у меня рублокс аудитория, а это не самая умная аудитория, и не самая лояльная. Да, такие вот дела, дискорд сервер мне понравился, да, неплохая идея, все-таки, хотя, скорее всего, группа во ВКонтакте была бы намного лучше, скорее всего, не знаю точно, да, такие вот дела, в принципе, мам, что еще, я ведьмака опять перепрошел, три части опять, кстати, вам советую, на самом-то деле, если вас, конечно, пыгать, тянет, ну, в принципе, первую часть точно потянет, что еще начать проходить, ну, варфрейм там играл до сих пор, хотя, чисто так захожу за ежедневным наградом, потому что уже игра скатилась, ну, для меня лично, да, 500 часов наиграл, и все, мне надоело. Че, какие-то еще игры, да, точно, готика, готика, реально, это потрясающая игра, на самом деле, хоть и старый, но, черт возьми, такое ощущение, что готика мне зашла больше, чем ведьмак, и так оно и было, потому что намного интереснее истории, актер озвучки, ну, озвучивают такие достаточно популярные, да, уже главного героя в готике первое озвучивает, таких, которые озвучивают в Миндизеле, короче, да, в принципе, прикольные игры, поиграл, чисто там что-то это, то-то том, новости посмотрел, смотрел разные каналы, менял свои вкусы и мнения и так далее, с Рублоксом, конечно, происходило всякое, но это так и должно было быть, потому что Рублокс меняется, он не будет никогда старым и прежним, потому что Рублокс движется со временем, потому что, если бы он застрял тогда, когда он появился, но был старый, то сейчас, мол, он не был таким богатым, он не оценился бы в 42 миллиарда долларов, вряд ли, так что такие вот дела, в принципе, о чем говорим, этот год получится достаточно таким себе, ну, надеюсь, что следующее будет реально шикарно и хотя бы будет намного лучше, чем этот, так что всем спасибо, с Новым Годом, с Новым счастьем, поздравляю вас всех, всем удачи, увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok